Добрый день, уважаемые зрители, слушатели, коллеги. Благодарим за внимание к нашей пресс-конференции и хотим объявить тему пресс-конференции. Тема нашей пресс-конференции – новые подробности в деле о взятке буризмы, а также новые записи разговоров, свидетельствующие о международной коррупции и внешнем управлении Украиной. Что будет обнародовано на пресс-конференции? Первое. Сегодня мы обнародуем документы, открывающие новые подробности в громком деле о взятке представителей компании экс-министра экологии Злачевского, его газовой компании «Буризма», а также семьи Байдена. Второе. Мы обнародуем новые записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне. Третья часть конференции будет посвящена презентации колоссальной демокоррупционной сети, действующей как на территории Украины, так и за ее пределами. Эта сеть включает в себя высших должностных лиц Украины и США, дипломатов, чиновников и многих других, участвующих в разворовывании миллиардов денег украинских и американских граждан. В дальнейшем, по ходу пресс-конференции, с юридической точки зрения, по слайдам и текстам, прошу понимать фамилии Порошенко Байден, как людей, голоса которых очень похожи на голоса действующих на тот момент времени высших должностных лиц Украины и США. Итак, после громкой пресс-конференции комиссаров Катани и Знобу, которые задержали представителей Буризмы на попытке взятки в 6 миллионов долларов за закрытие дела о Злачевском Буризме и Байдене, открылась важная информация. Очень важно, чтобы аплодируя доблестным правоохранителям, украинцы знали, что размер взятки, который взяли с поличным представителей Буризмы, изначально составлял вовсе не 6 миллионов долларов, сумма взятки изначально составляла 50 миллионов долларов. Еще раз, не 6 миллионов, а 50 миллионов долларов. Сейчас мы обнародуем документы, свидетельствующие о взятке в 50 миллионов долларов за закрытие дела Буризмы и семьи Байденов. Подробнее об этом расскажет Константин Кулик, руководитель группы прокуроров Генпрокуратуры, расследовавший факты хищения миллиардов долларов денег украинских граждан. Именно Кулик вернул в бюджет Украины полтора миллиарда долларов и вплотную подошел к аресту еще 6 миллиардов долларов украденных ОПГ Януковичей у Украины. Передаю ему слово. Добрый день. Итак, как известно, дело Злачевского байда, которых объединяло незаконное обогащение на украинском газе, уже стало символом международной коррупции. На протяжении 4 лет я возглавлял группу прокуроров, расследующих дело о хищении миллиардов денег украинцев, в том числе упомянутыми лицами. Хочу обратить внимание на важный момент в недавней пресс-конференции директора НАБУ Артема Сытника. Как уже заявил Андрей Деркач, изначальная сумма взятки составляла не 6 миллионов, которые выгрузили на стол Сытнику, а 50 миллионов долларов США. Откуда это известно? Как уже известно, недавно, в время попытки дачи взятки за закрытие дела по буризме Байдена был задержан такой юрист компании «Буризм» Андрей Кича. Этого Андрея Кичу в 2019 году представители буризма уже делегировали в Генеральную прокуратуру Украины для ведения переговоров с прокурорами с ключевой целью закрыть известное дело уголовное номер 1590 против Злачевского буризма окружения Байдена. Уризм и Злачевский они действовали очень смело в вопросе закрытия уголовных дел по себе. Эту смелость им обеспечивали старшие товарищи в лице Джо Байдена Петра Алексеевича Порошенко. Тогда следствие в том числе заинтересовали миллионы долларов, которые перечислялись с компанией буризма на счета компании «Роземонт-Сенека-Бахай» и вводились с Байденом как оплату за консультационные услуги. Вот эти проводки. Всего, по нашим данным, семья Байдена получила более 3 миллионов долларов США. Конкретно 3 миллиона 400 тысяч долларов США. Понятно, что под консультационными услугами подразумевалась политическая защита буризмы и Злачевского со стороны на тот момент вице-президента США Джосифа Байдена. Как Байден защищал буризму и свои личные интересы уже известно. Это давление на президента Порошенко, последующая ставка генерального прокурора Шокина, который занимался тоже этим делом. Но вернемся к теме взятки. В 2019 году бегунок от буризмы Андрей Кича уже имел контакты в ГПО, активно пытался закрыть производство против буризмы и Байдена. У меня в руках копия рапорта прокурора моей группы, которая расследовала дело буризмы. В рапорте говорится о том, что заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин давил на прокурора моей группы, стараясь решить вопросы Злачевского и буризмы. Как следует из рапорта? Этот рапорт есть в материалах дела 1590, который находится в НАБУ. То есть они его видят уже почти год. Значит, как следует из рапорта? Прокурор поведомляет про те, что писали размещенные на сайте генеральной прокуратуры Украины повестки про виклик Злачевского на 23 сечня 2019 года для участия в слідчих и профессиональных действиях в период с 21 сечня по 26 лютого заступник генерального прокурора Енин в присутствии фигуранта расследования Кичи Андрея системно схилял прокурора скасовать решение проведения такого допыта або допытать замест Злачевского в якости света Кичу, надавши ему перелик вопросов для подготовки ответов, а также вжить заходы до знания сайта генеральной прокуратуры Украины повестки про виклик Злачевского. При этом Енин запропонувал прокурору підтримати прямое спілкування с Кичью из усіх питань, які будуть вникати щодо Злачевского, що утворило передумову для подальшого провокаційного вылистування телефоном з боку Кичи, надсилав изображення купюр доларів США, тощо. Указанное в этом рапорте обстоятельства прокурор доложил генеральному прокурору Луценко в присутствии Енина на нараде 12 квитня 2019 року. Тот самый Енин, которого Порошенко оформила на должность заместителя министра иностранных дел Новоимит Зеленского для контроля чувствительных тем для Порошенко, Байдена и их американского связного Джорджа Кента. По информации журналистов-расследователей, практически еженедельные, Енин имеет связь с Джорджем Кентом и информирует по чувствительным темам его, как представителя Байдена по всем волнующим и сложным темам для Порошенко и Байдена. Еще раз хотел бы подчеркнуть, это тот самый Енин, которого Порошенко назначил в новый МИД Зеленского заместителем министра для контроля чувствительных тем. Кроме этого, в августе 2019 года мне поступила информация о том, что Злачевский выделил 50 миллионов долларов для закрытия уголовных дел, связанных с деятельностью компании Боризма. Я подготовил соответствующий рапорт, предложил Генеральному прокурору необходимости документировать попытку дать эту взятку. Вот этот рапорт. Цитирую. 28 березня 2019 года мной оголошено Злачевскому про подозру в чинении злочинных, передбаченных частиною третьей статьи 209 Криминального кодекса Украины за фактом сприяния злочинной организации та в чинной легализации отмывания грешевых коштей в сумме понад 36 миллионов долларов США, одержанных злочинным шляхом при здействовании операций купил и продажу Херсонской нафтоперевалки, а также при здействовании финансовых операций с использованием компаний Боризма Холминг Лимитед, Верилоджик Текнологи, Диджитах Організащон та інших. Окрім еще вказанных спроб Злачевского и Кичи вплинуть на хитр исследований криминальных проваджень за их участие, сьогодні до меня нешла информация про выделение злочинским грешевых коштей в сумме 50 миллионов долларов США для подкупу керевництва Генеральной прокуратуры Украины та працивальних керевников в криминальном проваджене 1590 с метою закриття провадження відносно Злачевского за подозру у легалізації грешевых коштей с використаннями еще вказанных компаний. С метою дотягивания вимог криминального провадженого законодавства та антикоррупционного законодавства Украины, вважаю, за необхідно виконати наступні першочергові дії. Зокрема, з метою фіксації дій Злачевского та підшуканих ним осіб для надання працівникам ГПУ непромежної вигоди в розміре 50 миллионов долларов США направити лист до Служби безпеки України про заведення відповідно-оперативно-рошакової справи та підготовки легендованого підприємства для участь в процесі передачі одержження непромежної вигоди в будь-якій матеріальній формі, грешеві кошти, акції, інші активи тощо. Тобто, согласно выявленням даним, представители Боризина були готові передати взятку размером 50 миллионов долларов США. Главне треба було закрити дела, связані з дієючним Боризина. Ключовий вопрос, як може бути переведен на такий большой объєм средств, ви можете представити себе объєм купюр размером 50 миллионов долларов. Понятно, що в кеші таких дінгів передавався немає. Поєму ми обратились в СБУ з просьбою допомогти в созданні легендирного предприємства, на котре должны були зайти соліства іде. А тут произошла смена руководства ГПУ. На смену Луценко прийшов Рябошапка. После цього фиксування взятки в 50 миллионов остановилось, Рябошапка заявила, що дела по Боризині вообще не существує. Як развивалась ситуація далі вам вже зрозумі. Але в цьому діле є ще дуже дуже складні обстоятельства. Один із епізодів офіціального підозрення Злачевського в діле 15-90, яке якоби за 6 млн. діло було бути закріто, включає факты соучастия Злачевського в легалізації денежних средств с использованням компанії Боризма, а також компанії Роземон Ценека Бахай Девода Аршера з орбиту сім'ї Байденов. Напомню, именно через компанії Роземон Ценека Бахай Боризму передавались деньги Байдену за содействие в избежание уголовної ответственности. Ещё раз, представители Боризму выделяли 50 млн. долларов за закрітие не тільки дела Злачевського, но і проти компанії, близької к вице-президенту США Джо Байдену. Коли представители Боризму були задержані на взятки в 6 млн. компанії Роземон Ценека Бахай, а соответствіли платіжі Байдену в діле вже не фигурировали. Це лично підвідив Сытник на своїй недавній пресс-конференції. В октябі прошлого року ми обнародували на пресс-конференції подозрення, яке було відправлено в адресу регистрації Николая Злачевського в Києві. Це подозрення ми отримали від журналистів-расследователів, які, наскільки ми розуміємо, змогли отримати його по місту проживання Злачевського. В итоге, напомінає, ось подозрення, в якому вказанні компанії, зв'язані з Байденом. Ті, хто захочет ознакомитися з текстом, ми підставимо таку можливість. Ми обратились к Константину Кулику, к кому показали получене нами подозрення Злачевському і спросили, соответствують ли текст тому, котрий був підписан. Константин подтвердив, соответствують. Т.е. Байден і в подозренні були, але ісчезли по дорогі в місті з ще 44 мільйонами доларів, які були основною частиною взятки. Все хорошо заработали. Единственный, хто в этой истории поработал за «Спасибо», практически на субботнике, по мнению журналистов-расследователей, був Холодницкий. Он честно волонтерил, пока його колега из НАБУ разыгрывал вместе с Петром Порошенко і Байденом «Венецкий драматичний театр. Вінницкий драматичний театр». Ещё більш странним является тот факт, чтобы в отсутствие фамилии Байдена в деле, в котором точно он фигурирует, заявляет об этом руководитель НАБУ Сытник, предлагая не вмешиваться в международные политические процессы. Цинизм предложения зашкаливает. Именно Сытник вмешивался в выборы президента США в 2016 году, используя фейки о так называемой амбарной книге в деле начальника штаба Трампа Пола Манафорта и, как он говорит, «топил за Хиллари». А также, как уже известно от журналистов-расследователей, НАБУ полностью подконтрольно политически озабоченным сотрудником посольства США, которые прямо завязаны на Демократическую партию и их представителей и кураторов в Государственном департаменте Джорджа Кента и, соответственно, Джо Байдена. Именно НАБУ собирала и сливала конфиденциальную информацию относительно герпрокурора Шокина в посольство США. У меня есть неофициальный вопрос к Артему Сергеевичу. Продолжает ли он по ночам встречаться с Порошенко и помогает ли эти встречи в сливе уголовных дел и за сколько? А теперь официально. Мы обращаемся к руководителю НАБУ Артему Сытнику с требованием дать ответ на следующие вопросы. Почему компании, близкие к Байдену, исчезли из уголовного производства 15-90? Как закончилось дело со взяткой в 50 миллионов? Если представители Бурисмы были задержаны на взятке 6 миллионов, то куда делись 44 миллиона? Намерено ли НАБУ вызывать на допрос фигурантов дело из-за крушения Байдена? И самое главное, если дела, как Сытник говорит, такового нету, как заявил Рябошапка, то за что Бурисма принесла в мешках миллионы долларов наличкой? Что вообще осталось в деле 15-90, кроме фамилии Курченко и Херсонской нефтеперевалки? Где материалы финмониторинга Латвии и Кипра уничтожены, препарированы, утилизированы? И что с предвозором Злочевскому, и почему он до сегодняшнего дня не находится в международном розыске? Данные вопросы прошу считать официальным обращением к руководителю НАБУ Артему Сытнику. Думаю, нам и общественности будет интересно услышать ответы на них. Но мы подозреваем, что Сытник не сможет дать ответы на эти вопросы. Потому что сегодня есть все основания считать, что руководство НАБУ выполняет задачу, которому ставят кураторы из демократически ориентированного посольства США в Украине. Сохранить лицо в скандале с Бурисмой, вывести из подозрения семью Байденов. Вторая часть нашей пресс-конференции, в том числе подтверждающая факты внешнего управления Украиной, а также факты международной коррупции, посвящена новым записям разговоров между людьми, чьи голоса похожи на голоса Байдена и Порошенко. Итак, нам уже известно по истории с Бурисмой, что Байдена плотно интересовал энергетический сектор Украины, а именно ее недра, прежде всего газ. Как мы дальше узнаем из разговоров, Байдену напрямую подчинялся глава нефтегаза Андрей Коболев. Андрей Коболев известен всей Украине как чиновник, рекордсмен по своим зарплатам и премиям и одновременно отжиманием последних копеек у граждан Украины с помощью тарифов на газ. Вот только некоторые факты, после которых в любом другом демократическом государстве государственный чиновник должен был уйти в отставку. Вся мажорщина, понты с кадиллаками и эскаваидами, роскошная жизнь продолжается и сегодня. А вы, дорогие украинцы, продолжайте своими платежками оплачивать эту роскошную жизнь Коболева и их компании. Но почему же у Порошенко не хватило жадности, а у Гройсмана не хватило сметливости уволить зазравшегося чиновника? Ответ простой. Байден открыто шантажировал Порошенко уже при словутом миллиардом кредитных гарантий. Предлагаю послушать. Продолжение следует... Здравствуйте, Джон. Вы получили хорошую неделю. И, кстати, по-другому, я получаю это от Амваста снова. Улучшение в операции Ноптегаса и профитабилитет это большая часть своей успеха и экономики. И мой команда работает очень внимательно с лидерами Ноптегаса и считается лидерами темночными реформами и талантными менеджерами. Мы надеемся, что лидерами остается в положении. Я говорил вам о том, что это раньше. Я знаю, что это не что-то, что премьер-министры радуются, но я действительно думаю, что это... Я следую за мою команду. Я не знаю... Я знаю, что все остальное мы говорим об этом, я не знаю, что это не знаю, но я действительно... Вы знаете, все остальные что-то вы делаете, у вас команда, держите внимание на это, хорошо? Я надеюсь. И я не имею никакого информации о том, что... преданные реформаторы, талантливые менеджеры. Надеюсь, они останутся на своих должностях, указывает Сюзерен своему вассалу. Байден не даст обидеть Коболева. А знаете почему? Потому что на кону стоят миллионы средств, полученные от псевдоевропейского газа, на самом деле реверса русского газа. Цена интереса составляет 50 евро на каждые тысячи кубов. То есть речь идет о коррупционном налоге на каждого гражданина Украины через повышение тарифов на газ от нефтегаза. Таким образом, команда так называемых реформаторов с нефтегазила только по самым скромным расчетам специалистов полтора миллиарда денег наших сограждан. Выплатили себе зарплаты и премии и поделились со своими американскими кураторами. Тем не менее, интересным является тот факт, что Коболев сверяет свои действия по так называемой энергетической независимости Украины с одиозным зашкваренным миллиардером Джорджем Соросом, выписывая самостоятельно себе и своим подельникам из нефтегаза командировочные в Лондон. В чем мы можем убедиться, посмотрев на слайд. Но вернемся к записям. Вы заметили, что Порошенко получил на орехи от Байдена, потому что ему доложили, что обижают Коболева. А кто пожаловался на Порошенко? Цитата. Узнал об этом от Амоса, говорит Байден. Как мы говорили на пресс-конференции 21 ноября 2019 года Хакштайн, смотрящий за нефтегазом от Байдена. Амос по сей день сидит в Набсовете нефтегаза и курирует те же схемы суперзаработка, а так называемого реверса российского газа в Украину под видом европейского и под видом газа от независимых поставщиков. Совсем недавно именно Международный валютный фонд пролоббировал еще большую независимость Наблюдательного совета нефтегаза от государства. В подписанном нашим правительством Международном меморандуме об этом сказано напрямую. Будьте, дорогие граждане Украины, платить коррупционный налог в виде завышенного тарифа на газ и никакое правительство или избираемая Верховная Рада на этот процесс повлиять не смогут. Так вот, еще раз хочу напомнить, чем известен Амос Хакштайн. Он не только один из главных архитекторов реформы нефтегаза. Хакштайн вместе с Андреем Коболевым и Андреем Фаворовым являются соавторами схемы обогащения на реверсе российского газа, который выдавался за европейские поставки. Коррупционная составляющая здесь, как еще раз хотел бы подчеркнуть, по мнению специалистов, составляет минимум полтора миллиарда долларов США. На слайде мы видим, как работала эта схема. Российский газ пересекал Украину и по трубе выходил за ее пределы на полтора километра на территорию Словакии и, не останавливаясь, возвращался обратно на территорию Украины, но уже как европейский. Что же делало его европейским? На территории Словакии к газу по документам присасывались компании прокладки, близкие к нашим героям, добавляли свой интерес, в среднем 50 евро на каждые тысячи кубов. И успех. Украина получала уже европейский газ с запахом свободы и демократических ценностей. Еще раз, а-ля европейский газ, который мы, граждане Украины, героически покупаем в рамках энергонезависимости, это тот же российский газ, обросший интересами Хохштайнов, Коболевых, Соросов и Байденов. Таким образом, этим ребятам удалось, позволение сказать, с нефтегазить полтора миллиарда долларов на ровном месте. Расследование Генеральной прокуратуры Украины противоправной деятельности компании «Буризма», а также руководство нефтегаза, фактически управляемого Амосом Хохштайном, делало невозможным реализацию дальнейших планов семьи Байдена в энергетической сфере. В связи с этим, Джо Байден давил на Порошенко в части увольнения Шокина, который расследовал данные факты международной коррупции, поэтому Байден поставил своего смотрящего за Генеральной прокуратурой. В разговорах с Порошенко Байден жаловался на Гройсмана, не только по поводу конфликтов с Коболевым. Жалобы были постоянные, дескать, Гройсман непослушный, делает, что считает нужным, хотя Байден давал четкую команду Порошенко присмотреть за ним, присмотреть, как его подопечный будет выполнять задачи. Давайте послушаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Извините, моя фраза, наш парламент спасет нашу асс, как вы мне сказали в Вашингтоне. Игорь Михайлович, я понял, это напоминает меня, до сегодняшнего дня я думал, что ты был сисифист, что ты был снижен, что я был снижен, что я был снижен, что он был снижен, и вашеabel, было бы умерение, что он был снижен и украином, и что он был снижен и украином, и что он был снижен, пока он сделал, он был снижен и украином, и всё это было снижен и демонографировано, и у него умерение, и я 몰�ил, если он старается, и создаётся, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это не абстрактная коррупция, это то, что касается каждого, это то, что касается каждой украинской семьи. В следующей записи Байден дает задачу Порошенко лично проконтролировать Гройсмана, как тот будет выполнять требования МВФ. Давайте послушаем. Продолжение следует... 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 В то же время, я предпочитаю, что БОС-ИМФ предпочитает быть в первую очередь в первую очередь. Потому что, в следующей неделе, я сделаю специальную сессию Национального канцеля реформы, сделаю прессу, что мы должны предпочитать, что мы договорились с ИМФ. Ну, где-то примерно так это и было. Порошенко слушался Байдена в большинстве вопросов, которые касались управления государством. Коболев, тарифы, Хакштайн, коалиция, премьер, все управлялось через Байдена. С Байдена Порошенко, как известно, согласовывал и кандидатуру Генерального прокурора. Давайте послушаем. Очень хорошо, Джо. Я очень рад, что услышал вас снова. Генеральный прокурор, как мы согласились, я хочу поблагодарить вас, по-другому, за мою стоимость в Вашингтоне. Тори отправили сигнал о поддержке мистера Луценко. Я просто хочу дать сигнал от вас. Спасибо. И я надеюсь, что сигнал от поддержки будет важным для меня. И он уже представил мне, что, первое, он имеет точную картину о реформе в Генеральный прокурор, и он очень интересен, чтобы работать с США на реформе, чтобы иметь постоянный представитель в Генеральный прокурор в Генеральный прокурор. Петр Алексеевич ради миллиарда готов был чинитый тыск на всех, на кого мог давить. Ему нужно было получить, цитирую, только сигнал поддержки. Другими словами, прямое указание. Например, такой сигнал по поводу назначения Луценко на должность генпрокурора он получил от представительницы Госдепа Виктории Нуланд. Но даже здесь Байден не доверял Порошенко. Своих смотрящих он оставлял на все стратегические позиции. Давайте послушаем еще один пример внешнего управления государством Украина. Джо. Джо, очень хорошо слышать тебя. Спасибо большое. Вы все вместе вместе с мной, с тем самым важным моментом в истории моего страны. Вы как мой гаджиный ангел. Также я хочу сказать вам, что, когда мы мы поговорим, вы спросили если я смогу найти украинский прозвучитель в нашей Украине. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Предлагаю послушать этот разговор DimaTorzok Добавил DimaTorzok ДимаTorzok Добавил DimaTorzok 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 в Вашингтоне, так что он не идет в США, но он делает это в Европе. И он сказал, что он сооруживает с FBI, включая исследования и полиграфы. Я не боюсь, пожалуйста, что FBI сделает что-то, но он полностью кредитный человек, и я бы рад, если вы начали сооружение против него, для того, чтобы принять его ответственность, в абсолютно индивидуальный Национальный Антикоррупционный Бюро, и если это правда, что FBI работает с ним, то, в least, я хочу знать. Нет, нет, они не знают. Я сказал, что FBI решили, что он не имеет никакого, и они остановили. Это было все. Нет причин, чтобы поговорить с ним снова. Окей, спасибо. Я проверю и подтвердю это с вами. Как видим из записи, Байден глубоко влечен в процессы давления на Онищенко, как реальная угроза его подконтрольному президенту Украины Порошенко, а также конкурента компании «Буризма» на ганзовом рынке Украины. То есть теперь понятно, кому должен быть благодарен Порошенко в ликвидации угрозы Онищенко. Однако, если с Онищенко была консолидированная позиция по его уничтожению как бизнесмена и политика на территории Украины и за рубежом, то в случае с Арсением Яценюком, который, как нам уже известно, был больше человеком Байдена, чем независимого президента Порошенко, Порошенко давал в этом случае любые гарантии, что ему не будет ничего, лишь бы только Яценюк ушел с поста премьер-министра. Это еще один пример двойных стандартов высших должностных лиц. Давайте послушаем. Продолжение следует... Я не буду спросить, как вы, но я надеюсь, что вы хорошо. Я всегда чувствую себя хорошо, мистер президент, когда я говорю с тобой, мой дорогой. Я хочу спросить вам еще одну вопрос. Моя уверенность в том, что в нашей стране мы боимся, что если он уничтожил как премьер-министр, он уничтожил его иммунитет, он не был в Конгрессе. Он не боится о том, что он самостоятельный? Я могу дать любую личную гарантию, что мы не имеем ничего, и мы defendем его, потому что он политический фигур, он довольно маленький, он только 42, и мы готовы создавать сценария о его resignation, который дает ему позитивную поддержку, и я уверен, что он имеет большой политический футу, который является моим партнером. Я готова дать любую гарантию о антипроцессии и безопасности. До сегодняшнего дня я не имею... Мы не говорим о Мартиненко и других, потому что, unfortunately, Национальный антикоррупционный... Я понимаю. Но для него лично, это будет моя полная гарантия для вас или для кого-то, что мы не позволим никому создавать ему риск. Ну, слушай, сделай мне удовольствие. Продолжение. Еще одна позорная ситуация для независимого государства, когда вице-президент США спрашивает у президента Украины, какие задачи необходимо поставить премьер-министру Украины. То есть, президент Украины общается со своим премьер-министром через вице-президента Соединенных Штатов. Давайте еще послушаем один трек. Продолжение следует... 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 Не важно, если он любит государство или нет, на публике мы должны поддержать их, потому что это единственный способ, как он делает это. И я думаю, что мы достигли результатов. Я сделаю это. Давайте послушаем этот разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому. Я прошу обратить внимание на дату этого разговора. Это уже президент Трамп является избранным президентом. А члены кооператива продолжают обсуждать вопросы, связанные со своей политико-бизнесовой деятельностью. Нет денег для реализации радикальных сценариев, жалуется Порошенко. Не беда, отвечает Байден. Мы вам деньги дадим. Кстати, обратите внимание, ни Байдена, ни Порошенко не смущает заявление Петра Алексеевича о том, что он вызывает на ковер руководителей украинских телеканалов, чтобы сказать им, как они должны и что освещать. Нужна слаженная позиция, говорит Порошенко. Делаю все от меня зависящее, отчитывается президент суверенного европейского государства перед своим заокеанским руководителем. Итак, то, что мы увидели, это примерно так выглядит внешнее управление государством. Многомиллионные взятки, цензура, тотальный контроль над ключевыми органами государства, Верховной Радой, Кабинетом Министров, Генеральной прокуратурой и так называемыми антикоррупционными органами. Вмешательство в дела и работу частных компаний и банков, давление на СМИ, привлечение спецслужб своих иностранных государств для решения личных и коррупционных вопросов, обеспечение политических и незаконных бизнес-интересов. Так выглядит международная коррупция, до корней пропитавшая Украину с помощью куратора в лице вице-президента США Джо Байдена. У Петра Алексеевича жаловались, что мы не публикуем, вернее, что мы публикуем только часть записей разговоров. На публикацию сотен часов понадобится вещание отдельного телеканала, которым мы, в отличие от Петра Алексеевича, не располагаем. А представьте еще, когда бывают записи на грузинском языке и многочасовые, как их сложно переводить. Так как факты международной коррупции с участием высших должностных лиц государства Украины и США множатся, мы инициируем создание масштабной антикоррупционной платформы, задачей которой станет расследование данных фактов ради сохранения стратегических отношений Украины и США с нашими партнерами. Я хотел бы предоставить сейчас, как выглядит крупная международная коррупционная сеть. Это начало нашей работы и предварительная, не до конца заполненная карта международной коррупции, составленная совместно с журналистами, расследователями, адвокатами, экспертами, специалистами, следователями и всеми теми, кто стремится очистить отношения наших стран от коррупции. В этой таблице вы видите масштаб демокоррупции в Украине за последние 10 лет. Вы можете увидеть, как здесь все взаимосвязано, персонали, связи, компании, движение средств. Все эти взаимосвязи постоянно обновляются с появлением новых данных от расследователей международной коррупции. Их фамилии в левой и правой части таблицы. Таблица находится в стадии постоянного дополнения и обновляется. По центру вы видите главных бенефициаров-кукловодов, смотрящих от демокоррупции не только в Украине, но и во многих странах Восточной Европы. В данный момент мы работаем над 10 кейсами, которые включают представителей Демокорабшин, Грантаедов и Сорося. Через такую массивную сеть влияние демокоррупции Сороса в Украине достигло невероятных масштабов. Это реальный спрут, опутавший органы государственного управления Украины, политическую и экономическую элиты, а также правоохранительную систему. Учитывая тот факт, что международная коррупция выходит далеко за рамки территории юрисдикции Украины, крайне важно продолжить работу в данных направлениях и в Соединенных Штатах, используя при этом вседоступные легальные инструменты обеих стран стратегических партнеров. Сотни миллионов долларов американских налогоплательщиков тратятся впустую или на прокормку бывших дипломатов Украины и США, профессиональных активистов, грантаедов. Примеры нерационального использования и освоения денег на ненужные программы просто возмутительны. Чего стоят одни названия и суммы? Зминственное громадской думки, зминственное громадской довиры. Почти 52 миллиона долларов. Ну что, уважаемые граждане, как с доверием после таких новостей? Сильно выросла? Украинская инициатива с предвыщением впевненности. Более 36 миллионов долларов. Я думаю, те, кто освоил 36 миллионов долларов, в итоге действительно очень уверенно себя чувствуют. Следующее. Демократичное вредование у Схидней Европы. 57 миллионов долларов. Где эти все деньги? И таких примеров еще много. Мы действительно нуждаемся в двухпартийной поддержке нашего стратегического партнера США. Только для нас важно, чтобы такая двухпартийная поддержка не осуществлялась за счет нанесения ущерба суверенитету Украины и путем крушевания международной коррупции и воровства технической помощи. Для нас важно, чтобы эта поддержка не совершалась за счет освоения денег материально-технической помощи США, которая за прошедшие 10 лет стала кормушкой и источником обогащения бывших сотрудников дипломатических миссий Украины и США. Боясь расследования, эти дипломаты и прокормленные и прикормленные через техпомощь журналисты и эксперты пишут коллективные жалобы и комментарии, заявления в духе советской пропаганды, паразитируя при этом на слоганах либерализма, демократии, европейских ценностей и двухпартийной поддержки. В качестве работы платформы мы можем рассмотреть пример с тем же нефтегазом, о котором мы говорили ранее. Во время пресс-конференции мы видели слайд, доступный для восприятия. А вот с какой схемой приходится на самом деле работать журналистом-расследователем и нашим коллегам-юристом. Результатом такой работы явилось в том числе принуждение нефтегаза к снижению тарифов на газ для населения, что очень не нравится внешним кураторам и консессионерам нефтегаза. Сейчас актуален вопрос о подписании меморандума с Международным валютным фондом на тему обязательств Украины предоставить полную независимость наблюдательным советам украинских государственных компаний от государства Украина и народа Украины. За 2,5 миллиарда долларов действующее правительство окончательно продает суверенитет Украины. А независимость Украины и безусловная зависимость от внешних кураторов несомненно приведет к повышению тарифов для населения, а также выкачивания средств из простых граждан Украины. Мы сейчас вам приведем пример на схеме, как это происходит на сегодняшний день. На наш взгляд, то, что происходит сегодня, это очень критично и плохо. Но в обязательстве Украины Международному валютному фонду вообще будет отсутствовать право государства влиять на работу государственных банков и монополий. Это переходит все границы цинизма. Один и тот же человек входит в разные наблюдательные советы и получает баснословные зарплаты. Такой себе специалист шефки Аджунер входят сразу в Набсоветы Укрэнерго, Укрзалезницы, а Адамас Аудицкас в Набсоветы той же Укрзалезницы и магистральных газопроводов Украины. Снова таки, в Набсовет Укрзалезницы входит 7 человек, 5 из них иностранцы, один из украинцев вовсе Сергей Лещенко. Заработная плата одного члена Набсовета УЗ – 15 тысяч долларов в месяц. Подчеркиваю, это минимальный оклад. Набсовет Набсовета Набсовета состоит из 7 человек. Зарплата члена Набсовета стартует от 22 тысяч долларов. 4 из 7 иностранцев. А вот, например, Набсовет Укрэнерго состоит из 5 человек и только 1 гражданин Украины. У них заработок стартует со скромных 4 тысяч долларов. И такая ситуация не только в государственных компаниях, но и в государственных банках. Так, например, Набсовет Ощадбанка состоит из 8 человек. 5 из них – иностранцы. При этом Государственный банк отказал украинским СМИ предоставлять информацию о вознаграждении членов Набсовета, якобы из-за того, что он не может раскрывать их личные данные. Мы не только систематизируем эту информацию, мы активно боремся с этим явлением. Еще 17 марта мы подали вместе с коллегой Александром Дубинским законопроект о государственных компаниях, который подразумевает обеспечение равных прав и возможностей граждан по представлению Наблюдательных Советов государственных предприятий, а также запрете иностранным гражданам принимать участие в управлении госпредприятиями и входить в Наблюдательные Советы. Я хочу обратиться к журналистам-расследователям, чиновникам, прокурорам, правоохранителям, всем тем, кто столкнулся с международной коррупцией. Делитесь информацией о фактах коррупции, с которой сталкивались лично или имеете на эту информацию. Работайте совместно с нами, с нашей схемой. Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность, получение статуса разобличителя коррупции с последующим обеспечением, юридического сопровождения, получение возможного законного вознаграждения. Соответствующая форма будет размещена на сайте Набуликс, с ней можно будет работать. Здесь дан QR-код. Я надеюсь, что мы в дальнейшем всегда найдем возможность обеспечить конституционное право граждан на получение информации. Будем стараться обеспечивать эффективную и безопасную работу журналистов. Внешнее управление нашим государством и международную коррупцию нужно останавливать совместно. Спасибо за внимание. Если кто-то хочет ознакомиться с документами, пожалуйста, у вас будет такая возможность. Пожалуйста. Добрый день. Фонд Международной антикрупционной суды хотел бы спросить два вопроса по поводу Бурисмы. Основная роль Наглядовой Рады в Бурисме – это все-таки контроль за лицензиями и слиянием. Ни по поводу слияния расследований нет, хотя там на 95% нарушений за 6 лет, с 2014 по 2020 год. И одно из них в Казахстане открытый филиал в 2015 году Бурисмой за счет казахстанских денег, когда Золочевский обнимался с Назарбаевым и представлял Бурисму в Казахстане, что она будет там работать. Она поработала довольно успешно и об этом молчок. Но суть в том, что в Украине слияние произошло Бурисмы с рядом компаний, незаконно. Второе. Лицензии на добычу есть на 90% Бурисмы, но лицензии на транспортировку, торговлю, лицензии на использование земли нету за 5 лет ни одной. И это основные вина, которые можно обвинять Байдена. За финансовые оборотки Байден младший ответственности несет. По поводу этого мы готовим очередной суд в Южном федеральном суде Юниорка, где мы уже 4 суда провели. И надеюсь, что и вы нам также поможете со своими расследованиями. Передавайте материалы те, которые у вас есть, мы с удовольствием получим все материалы. То, что касается лицензирования Бурисмы, это один из важных вопросов. Но с Бурисмой очень много возникает вопросов. Вот Константин Кулик, он больше был погружен в тему Бурисмы. Меня бы, например, интересовало, я хочу обратиться к нашим зрителям. Если у кого-то есть материалы, такие материалы должны быть о передаче средств с одной из компаний, Злачевского, возможно, подчеркиваю, передачи следств на компанию, аффилированную через Каноненко с Порошенко, с удовольствием мы готовы за вознаграждение даже забрать у вас эти документы. Мы для этого создадим определенный фонд. Да, пожалуйста. Я, если можно, секунду, прокомментирую, может, это сможет вам помочь. Смотрите, там, в Украине все производства остановлены по Злачевскому, по Бурисме. Здесь вы не найдете никакой информации, вам ее не дадут. Но Соединенные Штаты Америки, с Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, с 2014-2015 год они ввели персональные санкции в отношении Януковича и его ближайшего окружения. Туда попали Арбузов, Курченко там. Вот, поэтому Злачевский там должен быть, и они были обязаны провести свое расследование. Уже, конечно, уже должны были зафиксировать все, ну, во-первых, привязку Злачевского к Януковичу, во-вторых, привязку Злачевского к отмыванию денег и компании Бурисма. Другое дело, почему они не дают официальный ход этим расследователям, но я думаю, что вот это то, что сегодня мы на брифинге сказали, что это может объяснить. Вы обратитесь в Министерство финансов США, у них есть свои инвестигейторы, у них это 100% есть информация, которая может помочь вам в судах. Спасибо. Внимание, что, безусловно, Байден является составляющей международной коррупции в нашем понимании, но нас интересует прежде всего действие ОПГ во главе с Порошенко. Поэтому пусть Байденом занимаются правоохранительные органы Соединенных Штатов, а нам надо разобраться у нас в Доме в Украине. Почему не поверить до сих пор, сколько Бурисма поставляют на песочный завод Порошенко? Спасибо. Артем Сергеевич Ситник все дела коммерческие, касающиеся газа, собирают у себя в НАБУ. Вы уже вдруг оприлюднуете записи, и после первого оприлюднения в ДБР таки викликали Порошенко, но в якости святка за фактом возможного незаконного использования специальных технических засобов в отримании информации, что может за подъятие истотной шкоди государственным интересам, если цитировать справу. Как Вы прокомментируете саму деятельность правоохранительных органов, в том, что, судячи с этих плевок, которые Вы оприлюднуете, уже вдруг Порошенко только как свидетельствует. На какой сейчас стадии Ваша співпраця с правоохранительными органами, и вообще, что Вам заявляют, и что до справедливости этих плевок, тоже вопрос. Звідки они Вас? Начну с последнего. У кого-то возникает сомнение в зале, поднимите руку на тему того, что эти пленки... Смотрите, безусловно, люди имеют право на свое мнение. То, что касается уголовных производств. Одно из уголовных производств касалось вопросов, связанных с возможной незаконной записью. ДБР меня вызвало на прошлой неделе в качестве свидетеля. Я был на допросе и предоставил всю требуемую ДБР информацию на эту тему. То есть она в распоряжении ДБР существует. Ходил ли туда Петр Алексеевич? Не ходил. Я на эту тему не осведомлен. Но могу сказать, что существует еще 111 по 111 дела этой измены на родине. И я считаю, что это не только моя квалификация как доктора юридических наук, а как и другие специалисты говорят о том, что на самом деле уже давно пора завести дело об ОПГ Порошенко и собирать туда эпизодами. Потому что то, что происходит вот этими разгрозненными кусками, на самом деле оно только раздражает, опять же, как вы говорите, тех, кто искренне любит Петра Алексеевича. И дает ненужный фон справедливой борьбе с коррупцией в Украине. Ну и так, как я повторил, вы же слышите заявление дипломатов, которые сидят на грантах и участвуют в освоении технической помощи, и всевозможных экспертов и специалистов. Отчасти в том, что они говорят о неуклюжести поведения правоохранительных органов, это имеет место быть. Что касается сразу Батьковщины, то там... ДБР дело ведет. Так, но он там так уже свидетельствует. Он подозривался только в одной справе, скриводил призначение самочек. Почему нема каких-то продвижек? Ну, вот перед вами сидит человек, который выписывал подозры всему окружению Порошенко и даже выписывал Петру Алексеевичу. Ну, просто когда он ее выписал, ему ее, насколько я понимаю, не утвердили. Это непростая история выписать правильное, юридически грамотное подозрение. Поэтому, я думаю, для них потребуется определенный промежуток времени для того, чтобы собрать эти факты. Вот видите, сегодня пресс-конференция. Эта же пресс-конференция у нас не была 21 ноября записи, касающиеся деятельности Байдена Хакштейна и переговоров с Порошенко. Мы просто получали информацию о фактах хищения государственных средств или незаконного заработка при реверсе так называемого российского газа на территорию Украины. Сейчас мы видим подтверждение. То есть, работа следователя, работа прокурора, она очень кропотлива и важна. Сегодня просто достаточно уже, на мой взгляд, количества документов, которые позволяют вот эти все косвенные свидетельства, косвенные улики собирать в определенную цепочку. Но это точно должно делать не НАБУ. Потому что Артем Сергеевич, если будет ездить каждый раз на кончу консультироваться, то каждый раз из 50 миллионов будет оставаться 6. У меня в этом сомнений никаких нет. Константин, вы добавите? На тот момент это был проект подозрения. Подозрения подписываются генеральным прокурором. На тот момент был Юрий Витальевич. Ну, а после этого был Рябошавка. Тут понятная история вообще. Мое видение этой ситуации, я на секунду просто хочу комментарий свой ставить. Вот этот процесс, который происходит сейчас с уголовным преследованием Петра Алексеевича, он создает ощущение даже больше не того, что это как-то неудачно подбираются эпизоды, а есть информация о том, что те эпизоды, по которым Петру Алексеевичу может быть приявлено подозрение, они так или иначе передаются в НАБУ, вплоть до финансовой платы этих услуг. А оставляются в ДБР эпизоды, которые не имеют судебной перспективы. И я думаю, это с тем сценарием, чтобы через месяц-два получить по ним судебное решение о закрытии дел. Вот это дело по съемочке, там нет ущерба, потому что человек был назначен на должность и работал. По такой категории дел еще в 2000-х годах суды постановили отсутствие состава преступления, потому что даже если были нарушения предназначения человека на работу, это нарушение, но уголовная ответственность будет только если он не работал, а за это ему платились деньги. В данном случае этого не было, съемочка работала. Это мое видение этой ситуации просто. Смотрите, мы показывали схему международной коррупции. Это интерактивная карта. Я прошу вас всех попробуйте зайти и поработать с ней. Достаточно кропотливая работа. Вы задаете вопрос, почему не смогли выписать подозрение или сделать подозрение. Реформа Генеральной прокуратуры очередная. Берется компания «Сайметрикс Украина». Там есть данные на эту тему. В этой таблице, когда вы зайдете на слайд. Эта компания якобы проводит психологическое тестирование. Принадлежит и бенефициарами являются два психолога, мужчина и женщина. Когда проходят и осваиваются 750 тысяч долларов, в том числе с помощью правоохранительного отдела посольства США, эта компания в октябре месяце продается на женщину в Обуховский район, который занимается розничной торговлей. А сейчас мы бегаем и ищем четыре валютных счета, как прошли деньги. Как вы думаете, как прокуроры и следователи Украины будут относиться к своим руководителям, если они это все знают и они это все видят? Прокуратуру практически уничтожили вот этими тестированиями и реформами. И когда они приходят в глаза, видят своих руководителей, которые не знают, сколько они будут находиться на месте, горизонт у нынешних прокуроров три месяца. Они дальше вперед ничего не видят. Какие они будут выписывать педозыр? Для того, чтобы педозыр выписывать, надо иметь руководителей типа Кулика, человек 5-6 в органах правоохранительных. Тогда точно бы не было истории, когда кто-то вырывается в кабинет генерального прокурора, устраивает там истерики. Извините за эмоции. Все-таки для оточнения хотелось бы дизнаться, чи была проведена экспертиза в счет відповідности голосов и чи будет вона проведена? Мы со своей стороны проводим такую экспертизу. То, что касается правоохранительного указания, мы не знаем. Мы же не будем ждать. Мы экспертизу официально проводим. Экспертизу проводить спорно с кем? И еще такое вопрос. Мы видели, что записи, они скомпонованы. Ну, тобто, это не вся розмова есть. А кто вы решили самому, как компонировать? Я же сказал, ну, сотни часов разговоров, причем если еще есть разговоры на грузинском языке, очень сложно переводить. И те материалы, которые были у меня, которые передали мне журналисты-расследователи, одна из частей, я передал в ДБР. Вторую часть мы получили, я вторую часть тоже передам. То, что касается, как это выставляется, это выставляется исходя из иллюстраций предыдущих пресс-конференций и возможных вариантов коррупции. И вопросов, связанных с внешним управлением. Мы вместе с журналистами обсуждаем, как это делать. И последнее вопрос. Чи не впливает оприлюднение таких разговоров на международные отношения на США и ситуацию ставления Украины? Безусловно влияет. В лучшую сторону. Следующие руководители Украины, следующие руководители США, точно они будут целовать друг друга в десна, решая свои бизнесы и политические вопросы, за счет, в том числе, интересов государства, своих собственных сограждан, а также используя незаконно-правоохранительную систему для давления на своих оппонентов. С вашей стороны, что не здаётся вам, что это идея, как подигрывание одной партии, дескредитирование и другую? И именно через это Украина потом может иметь проблемы, оскільки сейчас мы имеем двопротивную поддержку? Суверенитет государства и его независимость не могут зависеть от выборов президента в любой стране, такой даже большой и великой, как в США. У меня, если можно, к вам два вопроса. Первый завтра выходит в свет книга бывшего советника по нации и безопасности травма Джона Болтона. И в ней, вот насколько рассказывают, будет освещено два вопроса, а именно связь между расследованиями по Бурисме и заморозка военной помощи. Скажите, почему вами было принято решение именно сегодня нас собирать? То есть это какая-то вот определённая логика, это часть информационной кампании и так далее. Это первый вопрос. И второй, общаетесь ли вы с представителями официальными или неофициальными из США? Если да, то с кем и по какому вопросу? Ну, относительно того, о чём мы говорим, конечно. Мне всегда очень нравятся, исходя из моего предыдущего образования, про которое я рассказал Пётр Алексеевич на всех своих каналах, теории заговоров. Могу точно вам сказать, есть памятка Парахобота. Вопрос номер один. С Санищенко не контактируем, плёнки не получаем. С официальными структурами не контактируем, плёнки не получаем. Почему сегодня пресс-конференция? По одной простой причине. Вот это 44,6. Это драматический театр, который устроил сытник с Порошенко в интересах Байдена, который был на прошлой неделе. Так вот, чтобы им не развесили ордена раньше времени, пусть сначала поищат 44 миллиона и дадут объяснение, почему в этом деле 15,90. Пропала тема, связанная с Борисмой, резонент Сенека, Боа и так далее. Почему Байдена оттуда пропали? Вот только поэтому, на самом деле. А то, что касается Болтона, ну, послушаем, почитаем. Доброго дня. Меня зовут Олександр Погребиський. У меня просте вопрос. Скажите, много, количество людей, известно, что вы были слушателем в 90-м, в 93-х годах Академии безопасности РФ. Ваша дипломная работа была, это организация и проведение встречи с нагласной агентурой. Такое вопрос. Чи продолжаете вы сповпрацювать с спецслужбами РФ сейчас в их интересах? Спасибо. Ну, это вот, еще раз, к вам с громадным уважением отношусь. У любого человека есть право, в том числе, задавать подобные вопросы. Могу сказать, что, на самом деле, моя работа называлась психологической оценкой группы террористов при захвате самолетов с заложниками. Надо поменять немножко в Википедии. Это первое. А второе, с точки зрения учебы, вам знаком такой персонаж, как адмирал Ямамото? Не знаком? Знаком. А вы знаете, где учился Ямамото? В Гарварде. Это не помешало ему устроить трагедию Пилхабара. Более того, Ямамото всегда выступал против войны Японии и Соединенными Штатами. Также могу привести вам пример Карла Густава Маннергейма, который закончил кавалерийскую школу в Санкт-Петербурге. И это не помешало ему решать вопросы, связанные с защитой своей Родины, когда стал такой вопрос. Поэтому, являясь 7 раз депутатом, народным депутатом Украины, которого выбирают люди, я всегда исключительно преследую интересы своих граждан и своих избирателей. Чего вам информация, что до поновления справа, связанной с подкупом выборцев, которая была открыта в 2019 году по вашей справе, по выборам, в которых вы принимали участие? Слушайте, если Петр Алексеевич будет рассыпать, а я знаю, что он рассыпает, по 20 тысяч долларов на каждый сайт заблокирования пленок, будет рассыпать по каким-то коррупционным правоохранителям в ДБР, да пожалуйста, всегда рады. У нас юридическая служба работает очень качественно, грамотно. А самое главное, я точно знаю, что мы правы, что реванш от товарища Порошенко, когда он сегодня пытается прийти к классе с помощью улицы, допустить нельзя, и мы этого не допустим. Засоби масовой информации в Соединенных Штатах, в частности, Вашингтон-Пост, они написали информацию, приведу информацию про передодні была пресс-конференция, Ваша первая часть, и они написали, что Андрей Деркач это такой депутат, который связан с спецслужбами РФ. И они вважают, что на передодні президентских выборов это прямое втручание в президентские выборы в Соединенных Штатах. Чи не вважаете вы, как вы нещодавно сказали на пресс-конференции, что стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной может выглядеть очень сумнівно, если один из народных депутатов втручается в президентские выборы о прилюднении официальных разумов между Соединенными Штатами и Украиной? Ну, во-первых, один из журналистов, который писал эту статью, Девит Стерн, он однажды работал в газете «Политика» и именно с Девида началось расследование вмешательства Украины в выборы Соединенных Штатов в 2016 году. Можете это проверить, найти по документам. Второе. Я дал комментарий на вопросы «Вашингтон-Пост» на трех с половиной листах. Они, естественно, выполняют определенную функцию и задачу. Вы знаете, что ситуация в Соединенных Штатах политизировалась до края. Выполняли свою задачу, поэтому писали тот темник, который нарисовали, я так понимаю, контрагенты Петра Алексеевича в Соединенных Штатах. Это есть такая компания «Биджаргрупп» Эда Роджерса, которая выписала, если они больше ничего не нашли, кроме места моей учебы, я искренне рад. Пусть поработает, пусть Петр Алексеевич потратит чуть больше денег и попробует придумать какой-то другой интересный фейк, а не распространять три недели одно и то же. А после вашей учебы вы давали присягу Российской Федерации? Я никогда не давал присягу Российской Федерации. Учась в высшей школе, мы давали присягу в Украине в 91-м году, в сентябре месяце. И продолжали учиться как граждане Украины, принявшие присягу в Украине. По темнику вопросы закончились? От Петра Алексеевича вопросы по темнику закончены? Тогда большое спасибо за внимание. Было интересно наше общение. Еще раз приглашаю к сотрудничеству по работе с антикоррупционной платформой и созданию базы для борьбы с коррупцией и очищению наших отношений с Соединенными Штатами от коррупционных проявлений. Потому что нам действительно важна двухпартийная поддержка, нам действительно важны интересы народа Украины и Соединенных Штатов. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова